СОФИЯ РОМАНОВА Конечно же, эксклюзивное интервью с невероятным артистом. Ну что, поехали! С детства она была окружена хорошей музыкой. Ее родители знали в этом толк. Желание играть на музыкальном инструменте возникло само собой и привело девушку в музыкальную школу. Она не выпускала ни единого шанса и принимала участие в многочисленных музыкальных конкурсах. Как за короткий срок ей удалось не только добиться огромной популярности и любви зрителей, но и стать участницей одного из самых успешных лейблов страны расскажет она сама. У нас в гостях музыкант, певица и видеоблогер Клава Кока. Клава, привет! Давай начнем с самого детства. Что повлияло на выбор такого творческого пути? Я не знаю, что. Я сама очень-очень этого хотела. Действительно, как только я стала что-то понимать в этой жизни, то есть как только я достигла сознательного возраста, я поняла, что я хочу выступать, я хочу быть певицей, я хочу иметь свою аудиторию и так далее. И в 4 года именно поэтому я подошла к своим родителям и сказала, мама, я хочу петь. Но у нас, конечно, дома стояла еще гитара, фортепиано. У меня бабушка с дедушкой были там актерами, и мама увлекалась музыкой с детства, и папа любил хорошую музыку. Но музыкантов у нас из рода, ну, именно каких-то именитых, не было. То есть, естественно, у творческих людей есть голос, есть слух, но как бы на этом все. Вот так вот. Ты уже в 12 лет переехала в Москву. Расскажи, как Москва повлияла на тебя, и как тебе жилось в таком городе крупном? Ну, я в принципе, я не из деревни, я из тоже достаточно крупного города Екатеринбурга. Поэтому, переехав сюда, я с детства была коммуникабельным ребенком и коммуникабельной девчонкой. Поэтому, когда я приехала сюда, в принципе, у меня не было никаких сложностей найти общий язык с другими ребятами. Ну, и, конечно же, с точки зрения развития карьеры, развития, в принципе, неважно, кто ты музыкант, а если ты музыкант, то особенно, где как не в Москве строить свою жизнь, и где как не в Москве строить свою карьеру. Потому что все тусовки, все съемки, все находится здесь, в 99% всего, что происходит вообще во всей стране. Поэтому я считаю, что, когда вот нас перевез папа сюда, в Москву, это было очень здорово, как для моего брата, так и для моей сестры, потому что мы получили очень хорошее образование здесь. И мне, как музыканту, я знаю, что если бы я была бы в Екатеринбурге и не переехала бы тогда, не думаю, что я бы переехала потом. И совершенно по-другому бы сложилась моя жизнь. Это я точно знаю. А ты скучаешь по Екатеринбургу? Часто возвращаешься? Ну, я езжу туда по работе довольно часто. Ну, думаю, каждые два месяца точно. Тем более у меня там живут бабушка с дедушкой. Я не могу сказать, что я там скучаю, потому что я отвыкла за эти 10 лет. Но там все равно есть теплые, приятные воспоминания из детства, которые связаны со школой, с хором, с музыкальной школой, с друзьями. Ну, и самое главное, конечно, с бабушкой и с дедушкой. Там наш дом родной, там наша квартира. И бывает ностальгия, но просто ностальгия. Я не хочу туда возвращаться. А сильные люди и вообще публика отличаются в Москве от других городов? Да, безусловно, очень сильно. Когда ты приезжаешь в другой город, я имею в виду с концертом, люди абсолютно по-другому на тебя реагируют, потому что они не так избалованы, как москвичи. В Москве каждый день проходят бесплатные концерты, каждый день все артисты любой величины выступают для тебя, и можно прийти и посмотреть на это даже бесплатно. То как бы в других городах там немножко не такая история. И есть такие города, в которых в принципе что-то происходит максимум раз в месяц. И поэтому, кем бы ты ни был, приезжая в разные города, публика тебя принимает очень тепло. Где тебе больше всего понравилось выступать? Ну, все-таки в своем родном городе Екатеринбурге. Там всегда супер тепло, потому что там все мои друзья приходят, и какая-то аудитория там творческая, очень громкая. Ну, я люблю в принципе всех своих людей по всему миру, но мне кажется, что в Екатеринбурге самый громкий концерт у меня проходит. Это правда, что ты приняла участие в огромном количестве музыкальных конкурсов? Да. Расскажи, как они повлияли на твою судьбу, ну и вообще в принципе о них, о этапах, где тебе больше всего понравилось? Понравилось, ну, нигде, наверное, потому что конкурсы все равно это всегда стресс, и всегда в 99% неудачи. Вот, я проходила много конкурсов, как телевизионных, так и нет, и нигде мне не удалось не выиграть, ничего не занять. Поэтому меня они очень сильно закаляли, и в плане какой-то школы, воспитания для меня это было очень здорово. Но если говорить о... ну, об эмоциях, то они чаще были негативными, потому что очень сложно, когда ты особенно в юном возрасте находишься, сталкиваться с неудачами, с тем, что тебе там на всю страну говорят, что у тебя нет таланта и все такое. Тем более, когда ты находишься в самом, в таком зачаточном состоянии, как артист, это тебя очень сильно ломает, но, не знаю, слава богу, мне это не сломалось, дело сильнее даже, несмотря на то, что тогда у меня абсолютно не было той закалки, которая имеется сейчас. Я впервые услышала о тебе, когда ты выпустила свою композицию, поправь меня, если я неправильно назову, Казай Си. Ты выпускала до этого что-то еще? Казай Си – это была моя первая песня, которую я выложила в интернет. Мне было тогда 14 лет, у меня есть даже клип на эту песню с такой челкой, и, ну, я там похожа на Ранетку или Джастина Бибера, какой-то микс. Вот. До этого я ничего не выкладывала в сеть, и, между прочим, на том видео по тем меркам было, ну, не знаю, 50 тысяч просмотров, для меня это был какой-то космос. Вот. А потом, после этого клипа я начала выкладывать еще какие-то видеоработы, потом выпускала альбом даже, я помню, в 15-м году. То есть все вот маленькими семенильными шажочками оно происходило и делало меня как-то сильнее и мудрее во многих вопросах. А была ли какая-то встреча в сфере музыкальной индустрии, соответственно, которая больше всего повлияла на тебя и на твое дальнейшее творчество? Да, было очень много встреч, было очень много людей вокруг меня, было очень много и обмана в том числе, и без этого обмана я бы, опять же, не получила ту закалку, которую я имею сейчас. Ну, допустим, приведу пример, когда мне было 14, я еще не умела делать аранжировки самостоятельно, мне нужен был человек, которому я, допустим, плачу там 3 тысячи рублей, и он мне делает аранжировку. Очень многие делали так. Для меня тогда 3 тысячи было, но это мне неделю нужно было работать для того, чтобы их заработать, и при том вообще не тратить. Вот, и я платила денежку, чтобы мне делали аранжировки, а мне высылали вообще минуса на чужие песни уже имеющиеся, и об этом я узнавала потом. Но это такая мелочь, таких мелочей было очень много. Я знала, что шоу-бизнес грязный, вот, и вся вот эта сфера, она не всегда такая добрая, радушная, то есть здесь все равно каждый, он такой хитрец. Ну, здесь, наверное, так и нужно, здесь нужно бороться и сталкиваться, сталкивалась я с этим очень много. Поэтому даже негативные встречи, негативные моменты, которые происходили в моей карьере тогда, они мне все равно очень сильно помогали. Я могу сказать, что некоторые из них были даже судьбоносными, ну, и, наверное, 70% из этих судьбоносных были как раз-таки негативными. Расскажи, как ты познакомилась с Тимати? Я познакомилась на кастинге, вот, как раз-таки «Молодая кровь», и «Блэк Стар» объявил еще один конкурс. После уже 50 конкурсов, где мне сказали «нет», я решила, что пойду все равно в 51-й раз, ну, или там в какой-то, я не знаю. И я подала туда свою заявку. Сначала был первый отбор, там не было Тимати, то есть там были люди из нашей компании, которые занимаются музыкальным продюсированием, например, креативом и еще чем-то. А уже во втором отборе, где нас было всего лишь 60 человек, там уже сидел, собственно, на Тимати, и там состоялось наше знакомство. Ну, не лично, конечно же, он просто меня впервые увидел, а я впервые в жизни увидела его. А лично мы познакомились уже в офисе, когда, собственно, нас осталось 6 финалистов в конкурсе «Молодая кровь», и мы просто приехали на какие-то, опять же, очередные съемки, то есть мы еще не были в статусе артиста «Блэк Стар», это просто были съемки, и там мы познакомились. Расскажи, какое он впечатление произвел на тебя? Да я так боялась, что я уже не помню даже, честно, это было так, знаешь, когда перед тобой в юном возрасте такие люди рядом, когда они с тобой общаются, ну, абсолютно нормально, это для тебя производит большое, очень сильное впечатление. Поэтому, не, ну, конечно же, положительно, он был очень серьезным, он был очень мудрым, мне показалось, и сразу была какая-то несубординация, то есть я не могла ему подойти, сказать «Хай, Тиман, привет!», то есть я сразу чувствовала вот эту вот разницу, и я думаю, что это хорошо. Он был твоим кумиром? Ну, я не могу сказать, что прям кумиром, но когда я была в шестом классе, мы, естественно, очень любили его песни, вот самые первые, когда мы в клубе, там, у меня она стояла на звонке эта песня, я очень любила Тимати, ну, просто, я, в принципе, очень мало слушала русской музыки в то время, и когда вот у меня появился первый телефон, там, с Экспортом, мы, конечно, очень любили, слушайте. А кто из исполнителей, может быть, нынешнего времени, того времени был или до сих пор является для тебя примером? Ну, примером большим для меня, меня как вдохновлял, наверное, больше всего Джастин Бибер, как ни странно, потому что, когда мне было лет 15, 10 лет назад это было, ну, не 15, значит, мне было еще меньше, я узнала о нем, и меня поразило, что ему было 14, он работал на улице, он играет на всех инструментах, он пишет сам песню, очень талантливый, его заметили продюсеры, и я думала, что, блин, какой он крутой, ему 15 лет сейчас, а его знает весь мир, и у него выходят песни, и он очень при этом добрый человек, и для меня это было какой-то мотивацией сделать так же, поэтому во многом благодаря ему я стала записывать песни, выкладывать в YouTube какие-то видео, я стала учиться играть на всех музыкальных инструментах, потому что меня это очень сильно вдохновляло, и мне хотелось так же, мне хотелось повторить этот успех, и это меня тянуло вперед, так же было, например, с группой Ронетки, как бы это смешно не звучало, мне было, опять же, там 11-12 лет, но так же они меня очень сильно вдохновили тем, что они были молодыми, тем, что их знал весь мир, и тем, что они при этом были добрыми, человечными, очень талантливыми, и я так же хотела быть, как они. Давай немного поговорим о твоем треке с весьма противоречивым названием «Ненавижу, обожаю». Расскажи, это что-то личное? Конечно. Тогда, вот, что сподвигло тебе написать этот трек? Ну, сподвигла моя личная история, конечно же, из моей жизни, расставания во многом, и сложное расставание, тяжелое, поэтому я написала эту песню, и записывая ее, опять же, мне приходилось там приходить в себя, потому что некоторые дубли были прям дико заплаканными, некоторые дубли были дико не в ноты, но очень эмоционально спеют, поэтому это все очень моя история, близкая мне, никем не надуманная за меня, вот, поэтому я очень волновалась вообще, в принципе, публиковать эту работу, и я сомневалась в том, стоит ли мне вообще ее выпускать, потому что она переходит за грани очень сильно того, куда бы, ну, того, насколько я хотела бы выпускать в себя людей, но я решила, что эта песня, возможно, поможет каким-то людям пройти через какие-то жизненные этапы и сделать это для них. В 2017 году ты порадовала своих поклонников клипом и песней «Я устала», снятым вместе с Егором Кридом. Расскажи, как на тебя повлияла эта работа и как вообще понравилось ли тебе работать с Егором? На самом деле в этой песне был не только Егор, там еще была и Марьяна Ро, и Дима Мазленников, и Леся Чеботин, и очень много-много всех. Это, конечно же, работа, которая стала одной из главных в моей жизни, потому что это... Я только покрасилась в блондинку за ночь до этого, и то есть сразу же все говорила о том, что будут сильные перемены. Впервые у меня был там такой крутой клип, и впервые у меня были такие крутые артисты в кадре, и впервые я была... То есть я же внутри клипа снимала влог. До этого никто так не делал. До этого ни один человек так не делал. И это была такая судьбоносная работа, на которой там уже, по-моему, 10 миллионов просмотров. Вот. И с ребятами, конечно же, работать очень хорошо. Я очень люблю Егора, очень уважаю его и уважаю его творчество. И, конечно же, после этого мы с ним работали еще не раз и хорошо подружились. А ты читаешь о том, что пишут в СМИ о тебе? Редко. А как реагируешь, если все-таки читаешь? Ну, если видишь какие-то негативные отзывы, какую-то утку? Да никак. Ну, как бы, пускай пишут. Собаки лают, караван идет. Я абсолютно, то есть я не обижаюсь ни на то, что пишут в СМИ, если что-то негативное, ни на то, что пишут в комментариях. Меня это не задевает уже давным-давно. У меня уже выработался такой огромный, широчайший иммунитет на все это. И такая защита, что я просто это не пропускаю в себя. Меня это вообще никак не задевает, что бы там ни писали. Я никогда не удаляю плохие комментарии. Я никогда никому там не пишу, что, ой, какой ты плохой, это было не так. Мне вообще абсолютно пофигу. Вообще настолько пофигу. Вообще нет. Ты в свою личную жизнь ты, соответственно, тоже не афишируешь в СМИ? Конечно же, им иногда получается что-то там ловить, но сейчас как бы нечего афишировать. Вот и все. Расскажи, пожалуйста, немного о своих планах на будущее, о проектах, на которых сейчас работаешь. А я имею такую привычку заранее не говорить о своих проектах, потому что очень часто такое бывало, когда я что-то обещала, что-то говорила, оно выходило либо позже, либо раньше, либо вообще не выходило. Я скажу так, что я работаю каждый день над домом материалом. Я планирую менять свое направление в творчестве, в вектор творчества. Я планирую большие концерты, я планирую возобновление видео, YouTube-канала. Я сейчас активно активно пробую другие инструментарии общения с аудиторией, такие как, например, прямые трансляции на Twitch-платформе, игровых платформах. Я сейчас занимаюсь попкорном как бизнесмен, то есть сейчас выйдет много продуктов, попкорн by Clava Koka выйдет. То есть я себя не ограничиваю ни в чем, потому что лучший отдых это смена деятельности, особенно для тех, кто не умеет отдыхать. Вот, поэтому очень много всего планирую в этом году и много телепроектов, в том числе, ну, как бы я не могу раскрывать все карты, но факт в том, что я не планирую останавливаться и планирую фигачить. Расскажи немного о своем влоге. У меня был влог, и за год, за первый год, что я его вела, я стала самым быстрорастущим блогером вообще в истории последних там лет, потому что за год у меня прибавился с нуля миллион подписчиков, это действительно был очень крутой результат. и я могу сказать, что я немножечко, наверное, из этого выросла, из определенного формата, который я тогда вела, поэтому я решила остановить влог для того, чтобы не ломать себя и не идти через себя, и для того, чтобы это продолжало быть искренней историей. Поэтому сейчас я выпускаю транслейты и выпускаю изредка какие-то видео, которые действительно меня волнуют, и ни в коем случае не делаю это для количества, не делаю это для того, чтобы постоянно где-то быть. То есть всегда выпускаю что-то, даже несмотря на то, что я редко это делаю, видео хорошо заходит в аудиторию, это очень здорово, и это опять же мне говорит о том, что даже если я буду редко это делать, но делать качественно, то аудитория не будет меня забывать. Для меня это важно, и для меня это приятно, что люди ждут все равно, и поэтому исключительно ради них я буду пробовать делать что-то новое еще, возможно, в ближайшее время. Расскажи, был ли в твоей жизни такой момент, когда ты вот сидишь и понимаешь, я стала популярной? Да. Честно тебе скажу. Было, но, как правило, это бывает тогда, когда ты выходишь на крупные выступления, и когда ты видишь, что с тобой поет огромное количество людей, которые пришли не на твой концерт, а которые пришли, например, на какую-то сборную солянку, и когда они поют с тобой все вместе. То есть ты видишь кучу людей, собранных в одном месте, которых ты даже туда не звал, но они поют твои песни. Либо когда ты спускаешься со сцены и видишь огромное количество людей, которые кричат, сконтируют твое имя и просят с тобой сфотографироваться и просят потрогать тебя за руку. Это, конечно же, сумасшествие, но ты понимаешь, что это, наверное, очень круто. И для меня это очень сильно ценно, потому что я шла к этому очень долго, иду до сих пор, иду каждый день, и порой бывает очень сложно, но это меня очень сильно заряжает, вдохновляет, и после таких историй не хочется останавливаться, хочется еще больше, хочется выступать еще на больших площадках, хочется, чтобы каждый из присутствующих людей пел, знал и любил. А ты считаешь, что это как-то изменилось с приходом популярности? Конечно же, я изменилась, но не в сторону, что я стал зазвездившейся. Люди всегда удивляются, знакомясь со мной, они говорят, блин, мы думали, что такая-то певичка с задренным носом. Все говорят, это, понимаешь, все. Я никогда в жизни не позволяю себе пафос в отношении любых людей, не важно, кто это. Пусть этот человек мой пол, пусть этот человек ставит свет, пусть этот человек, я не знаю, расчесывает мне волосы, не важно. То есть, никакому человеку ни в коем случае не позволяю ставить себя выше его. Я всегда абсолютно на лайте прихожу, общаюсь с кем угодно. Иногда даже я себя ругаю за то, что я могу не знакомому человеку слишком много всего рассказать. Мне нравится общаться с людьми, я никогда себе не... Вот это не инградация. Но, естественно, с приходом популярности мне пришлось быть более ответственной, мне пришлось быть более требовательной, особенно в работе, более сосредоточенной, потому что здесь нужно быть начеку всегда, здесь нужно развиваться постоянно, работать над собой, потому что, если ты будешь находиться в одном каком-то... в одном настроении, в одном статусе, что ли, я сейчас не говорю про деньги. У тебя будет мышление одинаковое, ты очень быстро надоед, будешь надоедать и очень быстро перестанешь быть актуальным. Нужно быть всегда актуальным, нужно очень быстро развиваться и чем больше я становлюсь, тем больше я понимаю, что я меньше, понимаешь? И мне приходится фигачить, фигачить, фигачить. Это, конечно, даже меня очень меняет, очень закаляет. Я могу сказать, что я становлюсь перфекционистом и для некоторых людей, особенно в работе, это вот бывает проблемно. проблемой, но если бы нет, то я бы не добивалась результатов, которых я добиваюсь. А ты как-то общаешься с своими поклонниками? Конечно. Я общать в них не закрываюсь. Где бы мы с ним не встретились, они вот ни в коем случае не сказали, ой, все, пока я в такси, я уезжаю. Я всегда общаюсь со своими людьми, даже если у меня на это нет времени. Потому что мне это... Не то, что я там думаю, ой, не подумаю, что я зазвездилась. Нет. Во-первых, я понимаю, что нужно общаться со своей аудиторией, потому что они делают меня. Во-вторых, мне приятно с ними общаться, реально. Мне очень приятно видеть свою аудиторию и видеть, насколько это адекватные, добрые, светлые люди. И мне никогда не приходилось убегать от них. Никогда я не сталкивалась с неадекватными людьми. Бывают люди, которые находятся в кураже, когда меня видят очень часто, у них трясутся руки и еще что-то. Но так, чтобы я боялась своего аудитория, нет, такого не было. И даже в каких-то крупных городах, где мне дают огромное количество охраны, я всегда говорю «Ребята, спокойно, я с ними пообщаюсь, вы можете там постоять в метре от нас, все будет хорошо». Естественно, я за безопасность, я всегда контролирую обстановку, но от людей я никогда не закрываюсь. Скажи, вот каждый артист, он в определенный момент понимает, что ему нужно создать свой собственный стиль. Ты сама над ним работала или ты нанимала стилистов? Я не нанимала стилистов, у меня есть родная сестра, которая мне помогает в создании луков, и мы с ней с самого детства вместе. Она мне помогала одеваться, придумывать что-то, и до сих пор она мне помогает. То есть, мне очень нравится, что у нас одинаковые взгляды на стиль, на моду и на все остальное, поэтому многие спрашивают, блин, а где ты одеваешься, почему ты так ярко выглядишь? Потому что, ну, я не боюсь экспериментировать, я не боюсь яркости, я не боюсь быть не такой, как все, и мне это нравится. Не задумывалась над созданием своего собственного бренда? Пока что нет, пока что мне немножко не до этого, я понимаю, что мне, наверное, не хватит профессионализма на это, потому что я очень люблю во всем, что я делаю, быть огромной шестереночкой, которая всех шестерит, понимаешь? И поэтому, если говорить о моде, я понимаю, что я, мне пока нечего сказать модному миру, чего нет в нашей, например, в нашем мире. Я вижу смысл делать что-то, если этого еще нет, либо если я могу это сделать лучше. Я понимаю, что в этом плане пока что я не готова и у меня нет этой цели. Что вот на сегодняшний день определяет твой музыкальный стиль? Кого бы ты могла выделить из нынешнего поколения? В России? Да. Никого. А из зарубежных исполнителей? Ну, понимаешь, для меня икона, ну, типа, это Мадонна. Я не могу даже, я при всей моей любви, даже к Ане Гранди, я пока не могу ее назвать иконой, потому что, чтобы быть иконой, нужно быть иконой, понимаешь? Есть, конечно, очень огромное количество это, ну, я могу назвать иконой, например, Бейонсе, могу назвать Мадонну, я могу назвать иконой Рианну, все-таки. Ну, наверное, уже Эда Широна могу назвать иконой. Ну, у меня много кумиров, правда, ну, не то, что прям кумиров, много артистов, которые мне очень сильно нравятся, вот, и вдохновляют меня очень сильно, но в основном вдохновляют меня парни, как ни странно. Ну, типа, мне очень нравится Сэм Смит, мне нравится очень Эд Широн, мне очень нравится Бруно Марс, девчонки не так сильно меня вдохновляют. А как ты думаешь, почему сейчас рэп стал таким популярным? Мне кажется, это просто мода, которая нам, которая приходит из Запада, но, ты знаешь, если раньше я вообще не воспринимала рэп и вообще его не слушала, не любила, то сейчас даже в своих песнях я позволяю себе какие-то рэп-вставки, потому что он становится все интереснее и интереснее. Если раньше это было просто «Я пришел туда, ты пошла за мной, ты моя звезда», ну, типа, ты понимаешь. А сейчас это, ну, намного интереснее, это такая современная поэзия, поэзия 21 века, и все больше и больше появляется интересных, глубоких текстов на нашем рынке. Ну, то есть ты считаешь, что рэп-культура, она будет развиваться дальше, а не угасать постепенно? Я думаю, что безусловно она будет развиваться, тем более огромное количество молодой крови сейчас рэперов, хороших, талантливых, харизматичных выходит на рынок, и индустрия вообще не понимает, как все работает, потому что есть какой-то там человек из маленького города, который выстреливает во все топы, и ты вообще не понимаешь, что это за человек. Ты слушаешь его песни, и ты понимаешь, что это очень дешевое звучание, скорее всего, он делает его самостоятельно, но это круто, потому что это народное, получается, уже творчество и народная музыка. А есть какие-то рэп-исполнители, которых ты сейчас готова выделить вот именно в России? Конечно же, есть. Наверное, Крида я могу выделить, потому что при всей своей там технически, как рэпер, он еще очень технично работает на сцене, и очень крутой артист, в принципе, и сам пишет песни, и сам пишет музыку, и еще и поет. Это очень здорово. Ну вот есть сейчас девчонка, Алена Алена, тоже очень техничный, именно рэпер, который мне нравится. Не могу сказать, что я там слушаю и песни, но это очень технично и очень стильно. Ну и могу выделить, наверное, наших новых рэперов, так скажем, бывших блогеров, например, Эльдар Жарахов, что он делает в последнее время, я в шоке, это круто. Наш разговор подходит к концу, и напоследок небольшой блиц. Я задаю вопросы, а ты стараешься, ну, быстро, но не подробно все равно отвечать на них. Давай. Если бы у меня спросили, как спасти этот мир, то я бы ответила. Чтобы не было болезней, вот так я бы ответила. Если бы у меня был миллион долларов, я бы потратила его на... Я бы вложила его в бизнес. Факты во мне, которые никто не знает. Да я реально, я так много уже всего говорила всем. И чтобы никто не знает, не знаю, мне кажется, я такой открытый человек. Давай следующий вопрос. Последний раз я плакала тогда, когда? Последний раз я плакала две недели назад, тогда, когда я разочаровалась в современных мужчинах. Мне кажется, каждая девушка с этим сталкивается. Да они вообще уроды. Поступок, о котором я сожалею. Я ни о чем не жалею. Я учусь у старшего поколения. Мудрость. Я бы хотела сказать спасибо. Своей семье, безусловно, и своим поклонникам. Спасибо тебе больше, что пришла сегодня к нам в студию. Спасибо. Я уверена, что мы очень многое узнали о тебе сегодня. Еще много нового и интересного. Спасибо. Надеюсь, мы еще не раз встретимся. Спасибо большое. Наш выпуск подошел к концу. С вами была София Романова, а в гостях у нас была музыкант, певица и видеоблогер Клава Кока. Смотри «Мой дженерейшн» и будь в курсе главных событий в жизни самых популярных артистов. До скорого! В эфире Европа Плюс ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok